Антология чтений слов всемогущего Бога Внутренняя истина работы завоевания. 3. Ожидаемый эффект работы покорения состоит прежде всего в том, чтобы человеческая плоть более не восставала, то есть чтобы разум человека обрел новое знание Бога, чтобы сердце человека было полностью послушно Богу и чтобы он стремился быть для Бога. Люди не считаются покоренными, когда их нрав или плоть меняются. Вот когда мышление, сознание и разум человека изменятся, иначе говоря, когда изменится все твое психологическое отношение, тогда ты будешь покорен Богом. Когда ты решил быть послушным и принял новый образ мыслей, когда ты больше не привносишь никакие свои собственные представления или намерения в Божьи слова и работу, и когда твой мозг может мыслить нормально, иначе говоря, когда ты можешь от всего сердца стараться для Бога, тогда ты такой человек, который полностью покорен. В религиозном мире многие сильно страдают всю свою жизнь. Они смиряют свое тело, несут свой крест и продолжают страдать и терпеть, даже будучи на краю смерти. Некоторые постятся вплоть до самого утра дня своей смерти. Всю свою жизнь они отказывают себе в хорошей еде и одежде, концентрируясь лишь на страдании. Они способны смирять тело и отрекаться от плоти. Их приверженность к претерпению страданий достойна похвалы. Но их мышление, представление, психологическое отношение и, конечно, старая природа совершенно не были исправлены. У них нет никакого истинного знания себя. Их мысленный образ Бога – это традиционный образ неопределенного Бога. Их решимость страдать ради Бога исходит от их рвения и добропорядочности их человечности. Хоть они и верят в Бога, но не понимают Его и не знают Его воли. Они лишь слепо работают и слепо страдают ради Бога. Они совсем не придают значения развлечению, мало заботятся о том, как удостовериться, что их служение действительно исполняет Божью волю и в еще меньшей степени знают, как достичь познания Бога. Бог, которому они служат, – это не Бог в присущем Ему облике, но Бог, которого они вообразили. Бог, о котором они только слышали или читали записанные легенды. Затем они используют свое богатое воображение и набожность, чтобы страдать ради Бога и совершать Божью работу, которую Он хочет выполнить. Их служение слишком небрежно, так что практически никто из них по-настоящему не способен служить в соответствии с Божьей волей. Независимо от того, насколько охотно они страдают, их изначальный взгляд на служение и мысленный образ Бога остаются неизменными, потому что они не подверглись Божьему суду, обличению, переплавке и усовершенствованию, а также никто не направлял их с помощью истины. Даже если они и верят в Иисуса Спасителя, никто из них никогда Спасителя не видел. Они лишь знают о Нем из преданий и слухов. В результате их служение представляет собой всего лишь беспорядочное служение с закрытыми глазами, подобное тому, как слепой человек служит своему Отцу. Чего в конечном итоге можно достичь таким служением? И кто одобрил бы его? От начала до конца их служение остается неизменным. Они получают только человеческие уроки и основывают свое служение лишь на своей естественности и собственных предпочтениях. Какое вознаграждение могло бы это принести? Даже Петр, который видел Иисуса, не знал, как служить в соответствии с Божьей волей. Он узнал это только в конце, в преклонном возрасте. Что это говорит о тех слепцах, которые не пережили ни капли исправления или подрезания, и которых некому было направлять? Разве сегодня служение многих из вас не похоже на таковое этих слепцов? Все те, кто не получил суд, подрезание и исправление и не изменился, разве все они не являются не полностью покоренными? Какая польза от таких людей? Если твое мышление, знание жизни и знание Бога не продемонстрируют новые перемены, и ты на самом деле ничего не обретешь, тогда ты никогда не достигнешь ничего выдающегося в своем служении. Без видения и нового знания Божьей работы ты не покорен. В таком случае твой путь следования за Богом будет подобен пути тех, кто страдает и постится. Невелика будет его ценность. Именно из-за того, что в их действиях мало свидетельства, я говорю, что их служение тщетно. Всю свою жизнь эти люди страдают и сидят в тюрьме. Они всегда долготерпеливы, любящи, несут свой крест, осмеиваемы и отвергаемы миром, переживают всевозможные тяготы и, хоть послушны до самого конца, по-прежнему не покорены и не могут предоставить никакого свидетельства покорения. Они много выстрадали, но внутри совсем не знают Бога. Ничего из их старого мышления, старых представлений, религиозных практик, человеческого знания и человеческих идей не было исправлено. В них нет и намека на новое знание. Ни единая малая талика их знания Бога не является истинной или точной. Они неверно поняли Божью волю. Служит ли это Богу? Каким бы ни было твое знание Бога в прошлом, если оно остается таким же сегодня, и ты продолжаешь основывать свое знание Бога на собственных представлениях и идеях, что бы Бог ни делал, иными словами, если ты не сумел познать истинный образ и характер Бога, если твое знание Бога все еще направляется феодальным, суеверным мышлением и все еще порождено человеческим воображением и представлениями, тогда ты не был покорен. Все те многочисленные слова, которые я сейчас говорю тебе, предназначены для того, чтобы ты узнал, чтобы это знание привело тебя к более новому, точному знанию. Они также предназначены для того, чтобы искоренить в тебе старые представления и старые знания, дабы ты мог овладеть новым знанием. Если ты по-настоящему будешь есть и пить мои слова, тогда твое знание существенно изменится. В том случае, если ты будешь есть и пить Божьи слова с послушным сердцем, твое восприятие диаметрально изменится. В том случае, если ты будешь способен принимать неоднократные обличения, твой старый образ мыслей постепенно изменится. В том случае, если твой старый образ мыслей полностью заменится новым, твоя практика также изменится соответственно. Таким образом, твое служение станет в большей степени целеустремленным и способным исполнить Божью волю. Если ты сможешь изменить свою жизнь, знания человеческой жизни и многие свои представления о Боге, тогда твоя естественность будет постепенно уменьшаться. Это и ничто иное является результатом покорения человека Богом. Это перемена, происходящая в людях. Если в своей вере в Бога все, о чем ты знаешь, это усмирение своего тела и страдания, и ты не знаешь, правильно это или нет, не говоря уже о том, ради кого это, тогда как такая практика может привести к перемене? Поймите, что я не прошу вас поработить свою плоть или не позволять мозгу случайные мысли. Это не цель работы и не та работа, которую нужно выполнить прямо сейчас. Прямо сейчас вы должны иметь знания с положительной стороны, чтобы вы могли изменить себя. Самое необходимое это вооружиться Божьими словами, то есть в полной мере вооружиться истиной и видением настоящего, а затем идти и притворять их в жизнь. Это ваша обязанность. Я не прошу вас искать и обретать еще большее озарение. В настоящее время ваше духовное состояние просто не позволяет этого. От вас требуется делать все возможное, чтобы есть и пить слова Божьи. Вы должны понять Божью работу и познать свою природу, свою сущность и эту вашу старую жизнь. В частности, вам нужно иметь представление о тех ошибочных и абсурдных практиках и человеческих деяниях, которыми вы занимались. Чтобы измениться, вы должны начать с изменения своего мышления. Сначала замените свое старое мышление новым и позвольте своему новому мышлению управлять вашими словами, поступками и жизнью. Вот о чем просят каждого из вас сегодня. Не нужно слепо практиковать или следовать. У вас должны быть основания и цель. Не обманывайте себя. Вы должны знать, для чего именно ваша вера в Бога, что должно быть обретено из нее и во что вы должны войти прямо сейчас. Необходимо, чтобы ты знал все это. В настоящее время вы должны войти в улучшение своей жизни и повышение своего уровня. В дополнение к этому вам нужно изменить те старые взгляды из своего прошлого, свое мышление и свои представления. Вся ваша жизнь нуждается в обновлении. Когда меняется твое знание деяний Божьих, когда у тебя есть новое знание истины всего, что говорит Бог, и когда твое внутреннее знание возвышено, твоя жизнь изменится к лучшему. Все, что люди делают и говорят сейчас, практично. Это не доктрины, но скорее то, что людям нужно для своей жизни и чем они должны обладать. Это изменение, которое происходит в людях во время работы покорения, изменение, которое люди должны пережить, и это результат после того, как они покорены. Когда ты изменил свое мышление, принял новое психологическое отношение, низверк свои представления, намерения и прошлые логические рассуждения, отбросил те глубоко укоренившиеся внутри тебя вещи и обрел новое знание веры в Бога, тогда свидетельства, которые ты несешь, будут возвышенными, и все твое существо по-настоящему изменится. Все это представляет собой наиболее практические, наиболее реалистичные и наиболее фундаментальные вещи. Вещи, которые в прошлом люди не могли осознать, и с которыми они не способны были взаимодействовать. Они являются истинной работой Духа. Как именно ты понимал Библию в прошлом? Сравним это сегодня, и ты узнаешь. В прошлом ты мысленно возвышал Моисея, Петра, Павла или все эти библейские утверждения и взгляды и возводил их на пьедестал. Сейчас, если бы тебя попросили водрузить Библию на пьедестал, ты бы сделал это. Ты бы увидел, что Библия содержит слишком много информации, записанной человеком, и что Библия это всего лишь человеческий рассказ о двух этапах Божьей работы. Это историческая книга. Разве это не означает, что твое знание о ней изменилось? Если ты сейчас посмотрел на приведенную в Евангелии от Матфея родословную Иисуса, ты бы сказал, родословная Иисуса чушь, это родословная Иосифа, а не Иисуса. Между Иисусом и Иосифом нет родственной связи. Когда ты смотришь на Библию сейчас, твое знание о ней иное. То есть изменилась твоя точка зрения, и ты несешь более высокий уровень ее знания, чем старшие теологи религиозного мира. Если бы кто-то сказал, что в этой родословной что-то есть, ты бы ответил, что именно? Давайте, объясните. Иисус и Иосиф не родственники. Разве вы не знаете об этом? Может ли быть родословное у Иисуса? Как у Иисуса могут быть предки? Как Он может быть потомком человека? Его плоть рождена Марией. Его Дух есть Дух Божий, а не Дух человеческий. Иисус возлюбленный Сын Божий. Так может ли у Него быть родословное? Во время пребывания на земле Он не принадлежал к человечеству? Так как может Он иметь родословное? Когда ты проанализируешь родословное и ясно объяснишь заключенную в ней истину, делясь тем, что понял, этот человек потеряет дар речи. Кто-то сошлется на Библию и спросит тебя «У Иисуса была родословная? Есть ли родословная у твоего нынешнего Бога?» Тогда ты расскажешь о своем знании, самым реалистичном из всех, и таким образом твое знание даст результат. По правде говоря, Иисус вовсе не был родственником Иосифа, и тем более Авраама. Он просто родился в Израиле. Но Бог не израильтянин и не потомок израильтян. Рождение в Израиле не обязательно означает, что Бог является Богом одних лишь израильтян. Он провел работу воплощения лишь ради своей работы. Бог является Богом всего творения по всей вселенной. Он просто сначала провел один этап своей работы в Израиле, после которого начал работать среди языческих народов. Однако люди сочли Иисуса Богом израильтян и, более того, поместили Его среди израильтян и среди потомков Давида. Библия говорит, что в конце дней имя Иеговы возвеличатся среди языческих народов. Это означает, что в последние дни Бог будет работать среди языческих народов. То, что Бог воплотился в Иудеи, не означает, что Бог любит только евреев. Это произошло лишь потому, что этого требовала работа. Дело не в том, что Бог мог воплотиться только в Израиле. Разве избранные Божьи не обнаруживаются также и среди языческих народов? После того, как Иисус закончил работать в Иудее, работа распространилась на языческие народы. По правде говоря, в этих языческих народах также были избранные Божьи. Дело лишь в том, что в то время там еще не проводилась работа. Люди придают такое значение Израилю, потому, что первые два этапа работы проходили в Израиле, в то время, как среди языческих народов работа не проводилась. Работа среди языческих народов начинается лишь сегодня, и поэтому людям трудно принять это. Если ты сможешь ясно понять все это, если сможешь правильно усвоить и оценить, то у тебя будет точное знание Бога нынешнего и былого, и оно будет выше знания Бога, которым обладали все святые на протяжении истории. Если сегодня ты испытываешь нынешнюю работу и слышишь личное высказывание Бога, но не имеешь знания Божьей полноты, а твое стремление остается таким, как было всегда, и не заменяется ничем новым, особенно если ты испытываешь всю эту работу покорения, но в конечном счете в тебе не видно какой бы то ни было перемены, тогда разве твоя вера неподобна вере тех, кто лишь ищет хлеба, чтобы удовлетворить свой голод. В таком случае работа покорения не даст в тебе никаких результатов. Разве в таком случае ты не станешь одним из тех, кого следует отсеять? Когда вся работа покорения подойдет к концу, обязательно, чтобы все вы поняли, что Бог не только Бог израильтян, но всего творения. Он сотворил все человечество, не только израильтян. Если ты говоришь, что Бог является Богом только израильтян, или что для Бога невозможно воплотиться в любом народе вне Израиля, тогда ты еще не приобрел никакого знания в ходе работы покорения и вообще не сознаешь, что Бог это твой Бог. Ты только признаешь, что Бог переместился из Израиля в Китай и принуждаем быть твоим Богом. Если ты до сих пор смотришь на вещи так, тогда моя работа в тебе была бесплодной, и ты не понял ничего исказанного мной. Если в конце концов ты напишешь очередную мою родословную, как Матфей, определяя мне подходящего предка и находя правильного основателя моего рода, чтобы у Бога было две родословные для двух его воплощений, разве в таком случае это не было бы величайшей в мире шуткой? Разве ты, такой человек с благими намерениями, который нашел мне родословную, не стал бы тем, кто разделил Бога? Способен ли ты принять бремя этого греха? После всей этой работы покорения, если ты все еще не веришь, что Бог является Богом всего творения, если ты до сих пор думаешь, что Бог это Бог лишь израильтян, не являешься ли ты тем, кто открыто противится Богу? Цель покорения тебя сегодня заключается в том, чтобы побудить тебя признать, что Бог является твоим Богом, а также Богом других, и что наиболее важно, Он Бог всех, кто любит Его, и Бог всего творения, Он Бог израильтян, и Бог народа египетского, Он Бог британцев, и Бог американцев, Он не только Бог Адама и Евы, но также и Бог всех их потомков, Он Бог всего на небесах и всего на земле, все семьи, будь они израильскими или языческими, пребывают в руках одного Бога, Он не только работал в Израиле в течение нескольких тысяч лет, и был некогда рожден в Иудее, но сегодня Он сходит в Китае, в этом месте, где свернувшись лежит великий красный дракон. Если рождение в Иудее делает его царем иудейским, то разве нынешнее схождение среди всех вас сегодня не делает его Богом вас всех? Он вел Израильтян и родился в Иудее, и он также был рожден в земле язычников. Разве вся его работа делается не для всего человечества, которое он сотворил? Любит ли он Израильтян стократно, а язычников ненавидит тысячекратно? Разве не это ваше представление? Дело не в том, что Бог никогда не был вашим Богом, но скорее просто в том, что вы не признаете Его? Дело не в том, что Бог не желает быть вашим Богом, но скорее просто в том, что вы отвергаете Его? Кто из сотворенных не пребывает в руках всемогущего? Разве целью нынешнего покорения вас не является побудить вас признать, что Бог есть никто иной, как ваш Бог? Если вы до сих пор утверждаете, что Бог это Бог одних лишь израильтян, что дом Давидов в Израиле является нулевой точкой рождения Бога, что ни один народ помимо Израиля не пригоден для производства Бога, и уж тем более никакая языческая семья не способна лично получить работу иеговы, если ты до сих пор так думаешь, то разве не делает это тебя несгибаемым упрямцем? Не зацикливайся постоянно на Израиле. Бог сегодня прямо здесь среди вас и не смотри непрестанно на небеса перестань томиться по своему Богу на небесах Бог уже пришел к вам так как может он быть на небесах ты не очень долго веруешь в Бога однако у тебя множество представлений о нем до такой степени что ты даже на секунду не осмеливаешься подумать что Бог Израильтян соизволит удостоить вас своим присутствием еще менее осмеливаетесь вы думать о том как вы могли видеть личное явление Бога учитывая насколько невыносимо вы грязны вы также никогда не думали о том как Бог мог бы лично сойти в земле язычников ему надлежит сойти на гору Синай или на гору Елеонскую и явиться израильтянам разве все язычники не являются объектами его ненависти как мог он лично работать среди них все это глубоко укоренившиеся представления которые вы развивали на протяжении многих лет цель покорения вас сегодня состоит в том чтобы вдребезги разбить эти ваши представления таким образом вы видите как Бог лично является среди вас не на горе Синай и не на горе Елеонской но среди людей которых он никогда раньше не вел после того как Бог выполнил свои два этапа работы в Израиле и у израильтян и у всех язычников возникло такое представление хотя верно что Бог сотворил все сущее он желает быть только Богом израильтян а не Богом язычников израильтяне верят в следующее Бог может быть только нашим Богом а не Богом вас язычников и поскольку вы не благоговеете перед Иеговой следовательно Иегова наш Бог ненавидит вас Эти евреи также верят в следующее Господь Иисус принял образ нас еврейского народа и является Богом который несет знак еврейского народа именно среди нас Бог работает Божий образ и наш образ схожи наш образ близок к Божьему Господь Иисус наш царь иудеев язычники непригодны для получения такого великого спасения Господь Иисус приношение за грех для нас евреев на основании только лишь тех двух этапов работы израильтяне и еврейский народ сформировали все эти представления они высокомерно претендуют на Бога для себя не допуская что Бог также является Богом язычников таким образом Бог стал лакуной в сердцах язычников причина этого в том что все поверили что Бог не хочет быть Богом язычников и что ему нравятся только израильтяне его избранный народ и евреи особенно ученики которые следовали за ним разве ты не знаешь что работа которую выполнили Иегова и Иисус предназначена для выживания всего человечества признаешь ли ты теперь что Бог является Богом всех вас рожденных вне Израиля разве Бог не прямо здесь среди вас сегодня это не может быть сном не так ли вы не приемлете эту реальность вы не осмеливаетесь верить этому или думать об этом вне зависимости от того как вы это видите разве Бог не прямо здесь среди вас вы все еще боитесь поверить этим словам начиная с этого дня разве все покоренные люди и все желающие следовать за Богом не являются Божьим избранным народом разве все вы нынешние последователи не избранный народ вне Израиля разве ваш статус не такой же как у израильтян разве все это не то что вы должны признать разве это не цель работы по покорению вас поскольку вы можете видеть Бога Он будет вашим Богом навеки с самого начала и в будущем Он не бросит вас пока все вы желаете следовать за Ним и быть Его верными послушными созданиями Вне зависимости от того насколько люди стремятся любить Бога в целом они были послушны следуя за Ним вплоть до сегодняшнего дня они не раскаются полностью до самого конца когда завершится этот этап работы именно тогда люди будут полностью покорены в данный момент идет лишь процесс их покорения в момент когда работа завершится они будут полностью покорены но сейчас это не так даже если каждый убежден это не означает что они полностью покорены причина этого заключается в том что в настоящее время люди видели лишь слова а не реальные события и они продолжают ощущать неуверенность как бы глубоко они не верили вот почему лишь с этим последним реальным событием когда слова становятся реальностью люди будут полностью покорены в настоящий момент эти люди покорены потому что они слышат о многих тайнах о которых никогда раньше не слышали но в душе все они без исключения до сих пор наблюдают и ждут неких реальных событий которые позволят им увидеть осуществление каждого слова Бога лишь тогда они будут всецело убеждены лишь когда в конце концов все увидят эти осуществленные действительные реалии и эти реалии побудят их ощутить уверенность они продемонстрируют убежденность в своих сердцах своей речи и своих глазах и будут полностью убеждены до глубины души такова природа человека вам нужно увидеть исполнение всех слов вам нужно увидеть как происходят некие реальные события и увидеть как бедствие постигает некоторых людей и тогда вы будете полностью убеждены в глубине души подобно евреям вы озабочены лицезрением знамений и чудес при этом вы так и не видите что случаются знамения чудеса и эти реалии имеющие целью серьезно открыть вам глаза будь то чье-то сошествие с небес или говорящий с вами облачный столб или проводимый мной над одним из вас обряд экзорцизма или мой голос грохочущий среди вас подобно грому вам всегда хотелось увидеть такого рода события и вы всегда будете этого хотеть можно сказать что в вере в бога вашим величайшим желанием является увидеть как бог приходит и лично показывает вам знамения тогда вы будете удовлетворены чтобы вас покорить я должен совершить работу подобную сотворению неба и земли а затем вдобавок показать вам какое-то знамение тогда ваши сердца будут полностью покорены до до Субтитры создавал DimaTorzok